Всем привет! Сегодня хочу рассмотреть простую, но довольно интересную схему. Это схема бегущих огней на микросхеме K561E8. Схема очень простая, состоит всего из нескольких компонентов. Микросхема это десятичный счетчик-дешифратор, и зарубежным аналогом является микросхема CD4017. Ну и немножко по принципу работы данной схемы. В общем, если на вход микросхемы ножка 14, здесь указана антенна, подать с генератора сигнал частотой 50 Гц, микросхема этот сигнал поделит и выведет на 10 выводов. На каждом выводе будет сигнал с определенной частотой. Если эти выводы нагрузить светодиодами, вот как здесь указано в линейку, то получится эффект бегущей волны. Ну и второй вариант использования этой схемы, это как искатель скрытой проводки. Если поднести антенну к сетевому проводу с сетевым напряжением 220 вольт 50 Гц, микросхема также среагирует и отработает светодиодами. Ну и сейчас покажу схему в собранном виде и продемонстрирую ее работу. Схему я собрал навесным монтажом. Расположил светодиоды в виде подковы. Сама микросхема К561Е8. Это антенна, вход микросхемы и два провода, это питание. Получилась такая конструкция. Ну и сейчас я покажу работу без генератора и после с генератором. Источник питания у меня будет вот такой вот кислотный аккумулятор на 6 вольт. Ну и проверим работу схемы. Как видим, при включении загораются выборочные светодиоды. Теперь касаемся антенны и смотрим на работу схемы. Видно, что происходит поочередное переключение светодиодов, но нет порядка. То есть они переключаются хаотически. Ну и это происходит из-за того, что генератор из моего тела никакой. Сейчас я к антенне поднесу жалопаяльника, включенного в сеть. Ну и посмотрим, как отработает схема. Видно, что появилась какая-то последовательность. Но все равно некоторые светодиоды светят ярко, некоторые тускло. Нет стабильности. Ну а теперь я подключу стабильный генератор. И посмотрим на работу схемы. Генератор я буду использовать вот такой. На микросхеме NE555. У меня на канале есть видео по данным генераторам. Сейчас он у меня настроен на частоту от 0 до 50 Гц. И переменным резистором я смогу менять эту частоту. Посмотрим на работу схемы с этим генератором. Как видим, схема работает стабильно. И создает эффект бегущих огней. Ну и сейчас я буду менять частоту генератора. В меньшую сторону. Сейчас частота 50 Гц. Сейчас будем ее уменьшать. Как видно, происходит замедление. Переключается достаточно четко. По очереди от 1 до 10. Ну и вот частота 1 Гц. Переключение 1 раз в секунду. Сейчас увеличим частоту. Видим, как ускоряется переключение светодиодов. Крайнее положение резистора. Генерация срывается. Немножко назад. Частота 50 Гц. Данный генератор может выдавать частоту и больше. Сейчас посмотрим, как работает схема при большей частоте. Ну, данная частота где-то от 60 Гц. Видно, что светодиоды переключаются очень быстро. Они практически незаметно. То есть происходит такое мерцание. Поднимаем частоту. Где-то до 100 Гц. Ну, смотрится уже не так интересно. И кажется, что они просто горят все одновременно. Что такое мерцание? Что такое мерцание? Конечно. Не так. Что такое мерцание? Дальше. Что такое мерцание? ... ... ... ... Ну и в заключении я покажу работу в качестве детектора скрытой проводки. Продолжение следует... На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем удачи! Продолжение следует...